Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы хотим рассказать вам о человеке, которого можно назвать образцом настоящего актёра. Человеке, который скромно делает своё дело и создаёт запоминающиеся образы. Человеке, имя которого не встретишь в скандальной хронике и который предпочитает просто работать, а не создавать идиотские информационные поводы только для того, чтобы попасть в прессу. Это Роберто Вандер. Актёр, музыкант, друг и прекрасный семьянин. Сочетание для шоу-бизнеса удивительное, поэтому нам интересно про такого уникума поговорить. Франц Роберт Ян Вандер Хоек родился в Нидерландах 20 сентября 1950 года. Послевоенная Голландия была не самым лучшим местом для жизни, тем более, что семья пострадала во время войны, и им хотелось поскорее забыть о прошлом. Поэтому было принято решение переехать туда, где жизнь казалась более спокойной и счастливой. Таким местом стал Уругвай, где Роберто, так его звали теперь, прожил всё детство и большую часть юности. Но ему, наверное, всегда хотелось быть гражданином мира, и поэтому Роберто жил и работал во многих странах. Их больше 20. Можно сказать, что он цыган, хотя можно вспомнить и странствующих актёров Средневековья. Сейчас его дом в Чили, но очень многое его связывает с Мексикой. Именно там к нему пришёл первый большой успех. В 1980 году он впервые приехал в страну ацтеков и представлял на телешоу «Всегда в воскресенье» свой первый музыкальный альбом. Вскоре ему была предложена его первая роль в культовом сериале «Колыбель волков». Ну и «Лиха беда начала». В Мексике он снялся в самых интересных и популярных сериалах, таких как «Руби», «Дистиллированная любовь», «Ради твоей любви» и, конечно, в «Просто Марии». Его адвокат Рафаэль Идальго просто потряс зрителей по всему миру. Есть легенда, что ему даже предлагали реально поработать адвокатом, но Роберто отказался. Не захотел бросать актёрскую профессию, которой он по-настоящему предан. Параллельно Роберто снимался в Чили, Венесуэле и Перу. Получил несколько престижных актёрских премий, таких как «Ацтека де Оро», «Эль Сол де Оро» и «ТВ Грамма» как лучший актёр второго плана. Попутно Роберто организовал и свою продюсерскую компанию, которая называется «Вандер Продакшн» и занимается приглашением в Чили актёров. Их в последние годы профессиональная жизнь у Роберто бьёт ключом. Во-первых, он снялся в двух новеллах на Телемондо. Первая была «Наследники Дель Монте», где он сыграл практически две роли. Скромного пиона Пабло и магната Эмилио Дель Монте, который открывает для себя неприятную правду о своей семье, которую считал идеальной. Да и сам оказывается не таким уж примером для подражания. Мы останавливаемся на этой роли потому, что здесь у Роберто был чрезвычайно интересный дуэт с Марио Симарро. Их сцены были одними из самых лучших в новелле, потому что они играли на одной волне, и химия актёрская была стопроцентная. На этой новелле произошёл и довольно неприятный случай. Роберто упал с коня, и его срочно увезли в больницу. Он потом писал, что Симарро, про которого ему наговорили кучу гадостей, первым бросился к нему и поехал вместе с ним в госпиталь. Можно сказать, что они стали друзьями. И когда встретились на фестивале Виньи Дель Мар, то встреча эта была очень тёплой. А во-вторых, Роберто получил очень хорошую роль в сериале «Запретная страсть» и сыграл её замечательно. Его герой Ариэль Пьемонте безоглядно влюблён и сталкивается с предательством и изменой самых близких ему людей – жены и сына. И ещё раз повторяем, что сыграна роль замечательно на самом высоком уровне. Да и женщины здесь не подкачали. Ребекка Джонс и Моника Спир тоже показали высший класс. Кроме Телемунда, у Роберто была маленькая роль в новелле «Талисман на Веневисьон». И очень интересная роль в чилийской новелле «Сексолог», где Роберто играл отца двоих детей, скрывающего от всех, что он гомосексуалист. Мучение человека, живущего двойной жизнью. Страх разоблачения и невозможность дальше лгать. Интересный сюжет, но такой сериал в России вряд ли покажут. Ещё хотелось бы рассказать о театральной премьере мюзикла «Звуки музыки». Вот здесь Роберто пригодилась семейная история времён гитлеровской оккупации Голландии. Сыграть человека, преследуемого нацистами, ему было очень легко, потому что его семья прочувствовала это всё на себе. Ну и его семейная жизнь, которая, опять же, абсолютно нескандальна и счастлива. Роберто женат на своей жене Мэгги уже более 20 лет, и у них двое детей – Жан-Франк и Стефани. Кстати, сын пошёл по стопам отца, и Роберто этим обстоятельством очень доволен. А вскоре Жан-Франк собирается жениться. Семья с нетерпением ждёт это событие. Вы спросите, как Роберто удалось сохранить свой брак? Ответ прост. Он сам говорит, что постоянные разъезды лишили его отношения с женой монотонности. Это всегда праздник и никакой скуки. Расставания и встречи придают их отношениям новизну, как в первый год брака. Вот рецепт, который Роберто даёт всем желающим. Он испытывает самые радостные эмоции, когда он дома со своими детьми, женой и восьмью собаками. Он очень любит горные прогулки, барбекю и называет себя настоящим экспертом в подготовке углей для этого замечательного дела. Что ещё мы можем сказать об этом замечательном актёре? Только то, что редко можно встретить в артистическом мире такого нормального во всех отношениях персонажа. Сколько мы не рыли! Никаких скандалов и сплетней. Потрясающе! И не надо начинать, Роберто! Мы вас любим! На сегодня это всё. Подписывайтесь на наш канал. У нас впереди очень много интересного. До новых встреч! Продолжение следует...